Он не закроется. Но если только вы его подтянуете, приезжайте вот к этому, может быть, он еще и подержится. Отломанные дверцы, почтовых ящиков и искореженный металл. Эта картина встречает жителей на первом этаже дома на Станкозаводской. В ноябре этого года в доме сделали косметический ремонт. Покрасили стены, побелили потолки, добавили освещение. А почтовые ящики почему-то так и оставили – доживать свой век на стене. Сделали ремонт у нас в подъезде в этом году осенью, но не заменили почтовые ящики, которые выглядят безобразно, и вид у подъезда не изменился после ремонта. Нам сказали, что ящики в удовлетворительном состоянии, мы же вам их покрасили, и вполне этого достаточно они считают. У строителей мы спрашивали про почтовые ящики, они сказали, что будут менять. Но строители, они не ответственные. Они не ответственные лица, они исполняющие. А именно в управляющей компании, ответственные за наш подъезд, она сказала, что и так с этим. Единственное, что в ходе ремонта посчитали нужным сделать с ящиками – выкрасить их в цвет стен. Постарались на славу. Номера квартир тоже закрасили. Более того, они закрасили все замки настолько, что просто забили краской. Ни один замок в принципе не работает. Все закрашена краской. Ремонт все равно был не совсем правильно сделан. Осталось очень много мусора на чердаке, строительного мусора. Вплоть до того, что были уже случаи, дети, видно, баловались. И строительный мусор, пескопитонки дали вытяжку. Специалисты управляющей компании ЖЭО номер 11 в телефонном разговоре пытались пояснить, что старые ящики в хорошем состоянии. Однако заверили, что их все же заменят. После праздника их заменят. Уже заказали. Только установка будет после новогодних праздников. Жильцы дома номер 32 на Станкозаводской надеются, что в этот раз управляющая компания сдержит свое слово. И новые почтовые ящики все-таки станут завершающим штрихом ремонта. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!